Политический аналитик, главный редактор портала «Автоэмпай» Ольга Курносова присоединяется к нашему эфиру. Ольга Владимировна, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна, что это Дон Кадыров на китайском-то заговорил? Ну, хочет действительно мирового господства, чтобы все его слушали, чтобы все знали, какой он крутой. А Вовка из бункера это приветствует? Ну, я думаю, что какое-то поручение об определенном взаимодействии с мусульманами у него есть, но, безусловно, в определенных рамках. Поэтому, если он за эти рамки выйдет, конечно, его из Кремля одернут. Посмотрим, насколько то, что он сейчас делает, находится в том коридоре возможностей, в тех красных линиях, которые ему Кремль нарисовал. Скажите, пожалуйста, вот есть информация о том, что так называемая карательная медицина в Российской Федерации идет семимильными шагами. Вот, например, в Башкортостане отправили за решетку психиатрической больницы активистку, которая выступала против войны. Давайте вот расскажем нашим зрителям вообще, в чем заключается эта самая карательная медицина. И как вы думаете, пример этой женщины, он станет типичным? То есть можно ли говорить уже о тенденции? Ну, пока все-таки это психиатрическая экспертиза в рамках уголовного дела. Тут самое главное, чтобы не получилось, как с шаманом Габышевым, который действительно сидит в психушке уже достаточно долгое время. И вот история с Габышевым, это, безусловно, уже карательная психиатрия, потому что там просто не могли придумать, за что его засадить, и посадили его в психушку. Я хочу напомнить нашим зрителям, что этот замечательный человек, Александр Габышев, устраивал поход, он называет себя шаманом, и он устраивал поход в Москву для того, чтобы изгнать Путина из Кремля. Собственно, естественно, местные власти посчитали, но я думаю, не только местные власти, и московские власти посчитали, что так может думать только неадекватный человек. И, соответственно, по дороге отправили его в психушку. Так что, ну, опять-таки, мы же помним, что Путин сам к всяким нетрадиционным верованиям относится с пониманием. Поэтому он мог реально испугаться того, что шаман Габышев реально его из Кремля изгонит. Ого, ничего себе. Хорошо. В любом случае, то, что наблюдаем, это некие отголоски Советского Союза с карательной медициной, психиатрической медициной и так далее. Есть еще некоторые моменты, которые указывают на то, что время в Российской Федерации чиновники, в частности, руководители из Кремля, хотят вспять пустить. Ну, например, бригады станут появляться, вот в частности, в Пензенской области, которые студентов состоят. И эти студенты, не имеющие никакого отношения к правоохранительным органам, будут следить за порядком. Дружинники. Дружинники, не иначе. Вы знаете, в свое время, когда перед началом программы «Время», это основной выпуск новостей советского телевидения, звучала прекрасная музыка «Время вперед». Ну, вот, собственно, современные кремлевские деятели переписали, пока не музыку, но действительно, время назад – это то, что делают сегодня, а не каждый день. Ну, посмотрите, даже вчера не придумали ничего нового, как назвать эту детскую организацию. Просто перевели слово «пионеры» на русский язык и назвали «движение первое». Ну, потому что «пионер» – это лидеры, это первое, собственно. Но вот «движение первое» они и назвали. То есть ничего другого даже придумать не могут, только перевести с английского на русский. Пожалуйста, Ольга Владимировна, вот сейчас за последнее время было много моментов, когда Путин и его окружение появлялось на публике. Вот, в частности, Шойгу встречался и якобы посетил передовые позиции российских подразделений. Кстати говоря, появилась информация, что на самом деле он посещал север Крыма и до передовых позиций было довольно-таки далеко. Как вы считаете, с чем связана вот такая медийная, я бы сказал, активность как самого Путина, так и его окружения? К концу года надо, так сказать, победоносное впечатление оставить для своего народа? Ну, когда побед реальных нет, остается только их изображение. Кстати говоря, по поводу того, что реально Шойгу не было на позициях, у меня тоже было такое подозрение, потому что вот те замечательные кадры из вертолета с зеленой-зеленой травой, а что-то у меня было ощущение, что на передовой такой зеленой-зеленой травы просто быть не может в принципе. Зима сейчас. Ну да, как минимум. Окей, в любом случае, скоро Новый год, должно быть обращение президента к народу, диктатор Путин наверняка сделает это заявление. А как вы считаете, о чем будет говорить с экранов телевизоров? Ну, я думаю о том, что нужно сплотиться плечом к плечу, отстоять свою страну, спасти ее от злобного Запада, который на нас нападает. Но вы же знаете, это же не Россия страна, а агрессор. Это же на Россию нападают все со всех сторон. Украина нападает, Запад нападает, все нападают. Правда, не знаю где и кто пересек границу, хотелось бы спросить. Мы все помним, как в ночь на 24 февраля ранним утром российские войска пересекли границу с Украиной. Российскую границу в обратную сторону никто не пересекал. Поэтому для всего мира Россия страна агрессор. И это надо понимать. Но россиянам пытаются объяснить другое, что оказывается все нападают на бедную Россию. Она несчастная, вынуждена защищаться. И вот один только отец, родной Путин, убивая тысячи россиян, эту самую Россию охраняет от того, кто на нее совсем ни разу не нападает. Но вот про это и будет говорить Новый год. Да, но это же время подведения итогов. А какие итоги можно в данном случае подводить? Поставленные цели не достигнуты. Громкие заявления остались исключительно громкими заявлениями. Экономика России трещит по швам. Как, впрочем, и инфраструктура. Причем это никак не связано непосредственно с войной. Это связано с тем, что, например, тех людей, которые еще более-менее могли чинить эту инфраструктуру, уже отправили на убой. Так что же будет? Снова это был тяжелый год? Да, это был тяжелый год. И, безусловно, на нас, нашу... У него же любимая фишка теперь суверенитет. На наш суверенитет все покушались, кому не лень. Но мы, соплотившись все вместе, смогли этот суверенитет отстоять. А если мы еще и дальше будем сплакиваться, то мы этот суверенитет отстоим еще и дальше. Правда, конечно же, не скажут, сколько нужно будет потерять людей, сколько нужно будет потерять денег. И вообще, нужны ли россиянам... Мне хочется тоже обратиться к россиянам, чтобы все задумали. Собственно, у вас была относительно спокойная жизнь. Как-то так нормально жили. По большому счету, какая-то обычная частная жизнь. Тут Путин решил повоевать, и эту частную жизнь разрушил на многие десятилетия. Не на годы, нет, на десятилетия. А быть вот уже такой спокойной жизни не будет не только у вас, но и у ваших детей, и у ваших внуков тоже ее не будет. Неужели вы готовы все это терпеть? Неужели вы готовы дальше утираться и вести себя так же, как вели себя ваши родители во времена сталинских репрессий, когда забирали и убивали чуть ли не каждого второго, а люди терпели? Как-то хотелось бы, чтобы вот это долготерпение российского народа, русского народа, наконец, закончилось. И люди поняли, что оказался ваш отец не отцом, а сухой, что Путин работает только на себя, на свои капиталы, на свое место в истории, не на вас. На вас ему плевать, всегда было плевать. И по большому счету, он готов убить сколько угодно россиян для того, чтобы достигнуть своих целей. А вот готовы ли вы остаться без своих родных и близких, это решать вам. Владимир, ну тогда два вопроса в одном. Смотрите, во-первых, вот вы только что задали такой риторический вопрос. Так как вы думаете, все-таки российское общество уже понимает ответ на него? И второй вопрос сразу же в догонку. Недавно издание Политека обозначило и присвоило титул Владимиру Путину как неудачник, можно еще сказать, лузер года. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы, во-первых, с тем, что у Путина не было конкурента в этой номинации? Ну и про ваш риторический вопрос. Ну вот когда поймут россияне ответ на него? Ну смотрите, конечно, у Путина конкурента в этой номинации не было. Даже Лукашенко просто далеко проиграл в этом соревновании. Потому что иметь все и потерять все, это нужно постараться. И мы понимаем, почему так произошло. Потому что все его действия после 24 февраля и 24 февраля это действия, основанные на эмоциях. Он не смог простить Украине, что Украина ушла от России. Как обманутый муж не смог простить бывшей жене то, что она не захотела с ним больше жить. И он готов что угодно сделать, чтобы эта жена просто сдохла, но с другим не жила никогда. И вот так же ведет себя Путин. Он ведет себя абсолютно иррационально. Поэтому последовательными рациональными действиями конечно же его можно победить. Потому что иррационально и можно победить только рационально. И то, что сейчас здесь делает весь мир это последовательные рациональные действия. Когда вот каждым шагом здесь обрезают, здесь по рукам ударят, здесь отрезали. Конечно, я понимаю, Украине тяжело, потому что хочется эмоционально, хочется быстро и сразу. Но для того, чтобы победить, нужно понять, что да, рационально, только рационально действовать и шаг за шагом идти к победе. Что касается россиян, на самом деле процентов 20 россиян прекрасно понимают, что происходит. И я уверена, что этот процент увеличивается день от дня. Когда люди будут готовы что-то сделать. Я думаю, что как только элиты расколются, наконец, а элиты это понимают гораздо лучше, чем обычные россияне. Среди элит, я уверена, 80 процентов прекрасно понимают, что единственное шанс на спасение для них, для элит, потому что элитам есть что терять, в отличие от обычных россиян. Это как можно быстрее закончить эпоху Путина. Но пока еще не нашлось вот это то, что называется дорожная карта. Это щель, в которую могут безопасно просочиться эти люди из элиты для того, чтобы его свернуть. Собственно, мне кажется, все, кто придумают эту траекторию движения, но вот они будут молодцы, они спасут мир и прекратят эту войну. Потому что я уверена, что будет очередь людей из российских элит, и которые захотят Путина сдать. Просто очередь будет стоять. Ну а пока украинская армия продолжает деоккупацию, что не может не радовать Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала Автоэмпай. Спасибо большое за участие в эфире. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok